На несколько мгновений мы направляем внимание на тело и просто наблюдаем за ощущениями, постепенно расслабляясь и раскрепощая. Отмечаем ощущения от соприкосновения стоп с полом, ягодиц со стулом, одежды с кожей. Продолжение следует... Затем направляем внимание на процесс дыхания и те ощущения, которые при дыхании меняются во всем теле в целом. И просто расслабленно наблюдаем, не позволяя ему надолго отвлекаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Затем сознательно формулируем конструктивную мотивацию для всего сегодняшнего дня. Думая о том, что в силу любящей доброты по отношению к себе и другим, мы постараемся познакомиться с методами, которые позволяют добиться большего и более устойчивого благополучия для самих себя и для других существ. Затем постараемся реализовать методы, которые освоили. И в долгосрочной перспективе избавиться хотя бы от части своих беспокоящих эмоций и искаженных представлений. И в большей степени развить здоровое и созидательное качество ума. Возвращаемся вниманием к тому, что нас загружили и мягко завершили. Возвращаемся к тому, что нас загружили и мягко завершили. И не очень далеко успели продвинуться. Но довольно глубоко, наверное, рассмотрели те темы, которые все-таки затронули. Говоря о терапевтическом применении, в данном случае мы в первую очередь, по-прежнему, психотерапевтическое, хотя про физиологию и нейропизиологию мы тоже немного поговорили. Говоря о терапевтическом применении любящей доброты, мы снова и снова возвращаемся к модели четырех аспектов психического равновесия, просто потому что она очень удобная. Есть много других моделей, разумеется, и огромное количество прекрасно себя зарекомендовавших и действенных психологических систем. Но мы в данном случае смотрим на эту очень удобную, с одной стороны, модель, а с другой стороны, близкую тому контексту, в котором мы здесь стараемся рассуждать. Мы говорим не в буддийском контексте в данном случае, потому что далеко не все присутствующие буддисты или интересуются буддизмом, хоть в какой-либо степени, совершенно правомощно. С другой стороны, все-таки говорим не в контексте совсем уж оторванной от чего-либо, от какой-либо традиции светской психологии. Стараемся посмотреть на точки взаимодействия между современной психологией и классической буддийской психопрактикой, и, в частности, смотрим, какие из традиционных методов, тех методов, которые практикуются больше 2600 лет, могут оказаться нам полезны, в том числе нам лично полезны, в особенности нам лично полезны, и применимы независимо от наших мировоззренческих позиций, во всяком случае тех, что касается наличия прошлых и будущих жизней. А в этом и состоит основное различие между буддизмом и светскими практиками осознанности. Светские практики осознанности, как набор психопрактик, связанных с тренировкой внимания, национального интеллекта и так далее, направлены на увеличение нашего благополучия в этой нынешней жизни. И это замечательно, крайне полезно, и в каком-то смысле это даже обязательный базис. Но на основе этого базиса буддийские практики идут дальше и заставляют нас также задуматься о том, существует ли некая непрерывность сознания, которая уходит из прошлого и будущего, и следует ли предпринимать в рамках этой непрерывности некие шаги к тому, чтобы добиваться большего благополучия в долгосрочной перспективе, параллельно освобождаясь от соответствующих видов страданий и дискомфотов. В этом состоит основное отличие, и вот в данном случае мы все-таки говорим о благополучии в этой жизни, понимая при этом, что очень многие из тех вещей, которые мы описываем, в равной степени актуальны для тех, кто думает о прошлых и будущих рождениях в том числе. Почему? Потому что без развития, в нашем случае, некого уровня базовой благожелательности по отношению к себе, как показывает практика, без этой прочной эмоциональной основы из доброжелательности по отношению к себе, понимания самих себя, того, что называется иногда интерперсональным или внутриличностным интеллектом и так далее, без этой основы занятие самыми продвинутыми практиками, даже самыми продвинутыми практиками из традиционного буддийства, или индуистского, или суфийского, или мистически-христианского контекста, может быть неэффективным и в некоторых случаях даже опасным, в силу того, что практики применяются с неверной мотивацией. Не просто с безальтруистической мотивацией, а еще и с мотивацией некой недоброжелательности, подспудной недоброжелательности по отношению к самим себе. Так что с этими вещами мы в том числе стараемся разобраться. И мы говорим, собственно, о четырех сферах психического родновесия, которые можно описать вот этими словами. Внимание – это то, с чего мы вчера начали. То, насколько мы способны владеть своим вниманием, направлять его на некие объекты, удерживать его на каких-то объектах, в какой степени мы преодолеваем так называемые дисбалансы внимания, дисфункцию, гиперактивность и дефицит. И так далее. Вот эти все вещи, которые в наше время исследует психология внимания, а больше чем сто лет назад пытался исследовать Уильям Джеймс, это то, с чего мы вчера начали, и то, о чем мы поговорили в большей или меньшей степени подробно. Мы поговорили о том, как мы используем практику любящей доброты в двух контекстах применительно к вниманию, и поговорили о том, как сама эта практика осуществляется. Все это, соответственно, осталось в записи, это первые три сессии, семинара. Ну и, кроме того, те же самые объяснения в более сжатой форме можно найти в других записях, в том числе аудио, в медитациях, которые есть у нас на сайте, или же в более развернутом варианте, наоборот, ознакомиться с ними в разных источниках, в том числе в книге «Дыхание и доброта», которая здесь лежит для бесплатного распространения, а в электронном виде доступна на сайте. Соответственно, вторая сфера — это воли изъявления, или то, как мы и чего мы желаем, к чему мы устремляемся, на что мы направляем свои желания и устремления, чего мы стремимся добиться, в конечном итоге какого смысла нашей жизни. Все это относится к этой сфере. Третье — это постижение, или когниция, то, как мы воспринимаем внешние явления, и в том числе то, как мы воспринимаем сами себя, свою собственную личность, как мы описываем явления и личность с точки зрения их относительных характеристик, и как мы понимаем окончательный способ их существования, то есть реальный способ их бытия, их антологический статус, как мы сказали бы. И, соответственно, последняя сфера нам очень хорошо знакома — эмоции, в данном случае рассматривается нами в последнюю очередь, хотя в ней очень-очень многое можно сказать. Для того, чтобы по-настоящему разобраться со своим эмоциональным миром, нам необходимо построить более-менее устойчивое равновесие в трех других областях. Почему? Ну, мистологика очень простая. Даже если мы стремимся развивать эмоциональный интеллект и продвигаемся на этом пути, но при этом не имеем никаких навыков внимания, наш ум продолжает метаться между объектами совершенно беспорядочно, попытки развития эмоционального интеллекта не будут слишком успешными, потому что ум просто недостаточно устойчив, чтобы справиться даже с самым простым упражнением. Если мы недостаточно замотивированы, а это относится к сфере воли и изъявления, опять-таки мы не сможем себя побудить на развитии эмоционального интеллекта и сопутствующих навыков. Если мы по умолчанию считаем, что все люди по умолчанию эгоистичны, лишены каких-либо благих импульсов, и вообще немногим превзошли людей каменного века или тех, кто совершал самые ужасные исторические, кто был причиной самых ужасных исторических событий, то мы, соответственно, вряд ли опять-таки будем замотивированы на то, чтобы пробуждать в себе особые исключительные уровни альтруизма и мудрости, просто в силу того, что мы не будем верить в то, что они вообще возможны. Если мы разделяем теорию Гоббса и считаем, что все люди по умолчанию эгоисты, у нас нет никакого контекста для того, чтобы практиковать систематический альтруизм. Так что в этом смысле это все. Это также очень важная основа для развития сбалансированных эмоций. Ну а даже на самом более простом уровне, без относительно этих сложных мировоззренческих построений, мы, может быть, себя считаем каким-то не таким, недостаточным, недостаточно адекватным, недостаточно талантливым. Ну да, все могут развить эмоциональный интеллект, а я не могу. Опять-таки, определенный режим восприятия самих себя, некая интерпретация самих себя, которая, разумеется, как мы постараемся дальше увидеть, неадекватна реальности, но, тем не менее, очень реально, с точки зрения того, какую силу эта интерпретация в нашей жизни может приобретать. Так что про все вот это мы в таком контексте говорим. С вниманием мы немножко разобрались, не будем повторять все то, что мы говорили о значимости, о развитии трех качеств, о расслаблении устойчивости и ясности. Вспомним, что здесь под любящей добротой мы подразумеваем очень конкретную вещь. Желание, чтобы существо обладало счастьем и причинами счастья. Вчера мы также подробно говорили про этимологию санскритско-палийского понятия маятри на санскрите, мета на поле. Мы говорили про другие возможные переводы, про то, что то же самое определение, по большому счету, дает Фома Аквинский вслед за Аристотелем, что показывает нам, что это вещи ни в коей мере нам культурно не чужды, и так далее. Но главное, что нам здесь необходимо вспомнить, это то, что это именно желание, а не эмоция. Мы говорим здесь о практике порождения устремления к счастью и его причинам, а не о порождении эмоционального состояния, которое мы обычно ассоциировали бы с любовью. Встреча идет не о эмоции, или чувстве, как мы это назвали бы обобщенным. Речь идет о желании, устремлении или намерении. Это очень важное техническое замечание, относящееся к тому, как мы эту любящую доброту взращиваем. Опять-таки, по ошибке очень многие люди поначалу думают, что нужно развивать некую эмоцию. Сколько никакая эмоция особо не развивается, никаких особых переживаний не проявляется, люди думают, что их практика совершенно неуспешна. Это неверно. И наоборот, бывает, что людей все время чем-нибудь накрывают таким эмоциональным, и им кажется, что их практика очень успешна. Но опять-таки, все обстоит не так, потому что просто испытывать прилив каких-то теплых чувств и тому подобного, или каких-то чувств, которые мы вообще совершенно беспорядочно обозначаем как любящий доброту, это совсем не то, о чем идет речь в этой классической практике. Здесь мы взращиваем пожелание или способность желать. Пожелание самим себе благополучия его причин, пожелание других благополучия его причин и так далее. В конечном итоге, эта способность желать – это форма восприятия объекта. Когда мы направляем внимание на объект, а здесь в качестве объекта выступает любое чувствующее существо, любое существо, которое способно испытывать комфорт или дискомфорт. И все, что между этими двумя вещами лежит. Разные уровни комфорта и дискомфорта. Когда мы направляем внимание на объект, мы можем воспринимать его с этим состоянием любящей доброты. То есть, глядя, в буквальном смысле, на какое-то существо, мы можем пожелать ему благополучия и причин этого благополучия. И поначалу это пожелание может даваться нам весьма и весьма непросто. Для того, что и существует этот процесс когнитивной тренировки в любящей доброте, где мы в формальной медитации, как мы это называем, снова и снова взращиваем это состояние, упражняемся в этом состоянии, до тех пор, пока оно не станет очень мощной привычкой. В конечном итоге, когда эта привычка в полной мере развивается, или, как мы могли бы это описать иначе, проявляется из глубин нашего сознания, в всей своей полноте, видя любое другое живое существо, мы по умолчанию желаем ему лучшего. Вместо того, чтобы испытывать весь тот привычный нам спектр неприязни, негодования, возмущения, ненависти, нелюбия и всего такого прочего, с которым мы обычно живем. Совершенно иного рода привычка и иного рода вид восприятия. И в то же время этот вид восприятия нам уже присущ, разумеется, потому что, во всяком случае, с точки зрения вот этой классической, ибо-тибетской психологической модели, в нашем уме уже присутствуют все возможные благотворные факторы, почти все. И, разумеется, весь спектр факторов неблаготворных. Наша задача в каком-то космическом смысле понять, какие факторы являются благотворными и как их можно развивать, какие факторы являются неблаготворными, почему они неблаготворны и как их можно ослаблять. Поскольку благотворные и неблаготворные факторы друг другу противоположны и являются противоядиями друг от друга, если мы разберемся с определенным количеством благотворных и неблаготворных факторов и поймем, как они между собой переплетаются, то сможем использовать процесс вращивания благотворных для того, чтобы неблаготворные устранять. И в рамках этой логики мы вспоминали про два главных врага, как это классически, метафорически называется, врага, про два главных врагов, любящей доброты. То есть про два состояния, которые любящей доброте противоположны в контексте нашей психики. Цитата из текста, который называется «Путь очищения», полийский текст. Ее непосредственное причине – видение существ как заслуживающих любви, любящей доброты. А преуспев, она устраняет злобу, не преуспев, она деградирует до эгоистичного привязанного желания. Такие вчера мы подробно про эти две вещи поговорили. Злоба или недоброжелательность – это так называемый дальний враг любящей доброты. То есть состояние, которое желает существу неблагополучия его причин в самых разных степенях. Это может быть очень мощное, недоброжелательность, собственно, ненависть. И дальше оно может перейти в немного другое состояние, которое мы иногда называем, иногда переводим с полей санскрита как ярость, иногда склонность к насилию. Ну, смысл уже о состоянии, которое активно желает навредить, а не просто желает дурного. Но в других случаях то же самое состояние недоброжелательности просто так может оставаться на заборках нашего сознания. И, разумеется, при этом оно будет предопределять наше поведение, по крайней мере наше поведение на уровне речи, а зачастую и наше поведение на уровне тела, на уровне общества, на уровне государства, на уровне планеты в целом. И вот уже полно в мире проблем. Очень простое состояние ума, ничего сложного и особо абстрактного в нем нет. Мы просто желаем другому существу неблагополучия, даже в самой мягкой форме, но именно оно, разворачиваясь и усиливаясь в нашем сознании, может проявиться затем как самые разрушительные поступки. Вторая противоположность, так называемый близкий враг, то есть что-то очень похожее на любящую доброту, но ей не являющееся, это то, что мы здесь называем эгоистичным привязанным желанием. А иногда это просто переводится как желание или как страстное желание, и речь идет о состоянии, которое желает обладать объектом, преувеличивая его благие качества. В случае с людьми, этот механизм нам очень понятный, вот этот человек самый прекрасный, замечательный, он обязательно принесет мне счастье, заполнит мою внутреннюю пустоту. Это, соответственно, никакая не любящая доброта, это просто желание, которое может проявляться дальше как сексуальные импульсы, а может проявляться в том, что мы любим, но с условиями. Мы говорим людям, да, я тебя люблю, но мысленно добавляем, пока ты любишь меня и мне об этом регулярно сообщаешь, например. Да, я тебя люблю, но пока у тебя такая-то работа, машина и телефон такого вот цвета. Да, я тебя люблю, но пока ты соответствуешь моим ожиданиям, моим представлениям, идеалам, ценностям и так далее. Самые разные бывают условия, некоторые любят очень беззаветно, в плане каких-то материальных составляющих, но при этом все равно имеют какие-то условия совершенно иного порядка. В конечном итоге любящая доброта отличается от этого в корне, потому что она не выдвигает никаких условий и она не желает обладать объектом. Для любящей доброты абсолютно не важно, находится ли рядом с нами человек, любящая доброта это просто пожелание человеку блага, счастья и его причины. Совершенно безотносительно того, идет ли речь о человеке, который живет с нами в одной квартире, или о человеке, который живет на другом конце света, где-то там по улицам Роги. Соответственно, и в том и в другом случае любящая доброта распространяет пожелание блага и счастья. В противоположность этому желание, страстное и эгоистичное желание, эгоистично привязанное желание, тут разными способами можно переводить, хочет обладать объектом хотя бы в каком-то смысле. Вовсе не обязательно мы хотим, чтобы все наши любимые люди с нами поселились в одной квартире, скорее всего мы бы застрелились в этом случае. Но какой-то контакт должен сохраняться, какое-то внимание со своей стороны они должны проявлять. А если ты, соответственно, недостаточно часто поздравляешь меня с днем рождения, то я удаляю тебя из друзей на фейсбуке, и больше мы как бы с тобой не друзья. Все, закончилась любовь, зарядили помидоры. Почему? Потому что исходно любовь, точнее то, что мы называли любовью, опиралось на некие условия. Здесь речь не о том, что развивая любящую доброту, мы все превращаемся в прекраснодушных идиотов и, игнорируя какие-либо социальные условности, просто сидим и, не думая о конкретных социальных конфигурациях и взаимоотношениях, просто озаряем всех любящей добротой. Точнее говоря, мы действительно все в конечном итоге стремимся озарить любящей добротой. Совершенно безотносительно каких-либо конкретных условий, состояний, конфигураций, всем учимся желать благополучия, устойчивого благополучия и его причин. Но это не подразумевает, что мы игнорируем реально присутствующие в нашей жизни взаимоотношения и, например, тут разные крайности могут быть, и, например, говорим своим родственникам, ой, нет, любящая доброта подразумевает, что нужно всех любить без каких-либо условий, поэтому не буду я вам там помогать и вообще с вами общаться, а буду просто всех озарять своей любовью, ходить по покровке и обнимать всех подряд. Вот такая у меня будет жизнь. Какие-то крайности, которые мы ассоциируем с, так сказать, излишней хипанутостью. Вот, значит, я отбрасываю все условности и погружаюсь во вселенскую доброту. Погрузиться во вселенскую доброту дело совершенно замечательно, но это не подразумевает какое-либо отбрасывание имеющихся у нас обязательств и конкретных взаимоотношений. И как мы вчера говорили, любящая доброта также не подразумевает, что нам все нравятся, и, как иногда отмечают некоторые учителя, даже не подразумевает, что нам нравится кто-либо. В том смысле, что мы всех хотим ходить и целовать вдёсная. Вовсе не обязательно. А целование вдёсная и любящая доброта – это на самом деле совершенно разные вещи. Есть люди, которые всех ходят вдёсной, и при этом, может быть, никакой любящей доброты не испытывают. Есть люди, которые целуют всех вдёсной, и испытывают любящую доброту. А есть люди, которые испытывают любящую доброту, но никого никогда в десна не целуют. Так что все эти варианты возможны, и какие-то внешние проявления аффектации, я бы даже так сказал, вовсе не обязательно подразумевают, что под ними сокрыта любящая доброта. И наоборот. Тем не менее, разумеется, взращивание любящей доброты проявляется также на уровне нашего поведения. Если мы искренне желаем другому благополучия и его причин, мы, скорее всего, не станем этому человеку вредить. Если навредим, то просто в силу недомыслия, потому что мы не очень понимаем, как все работает, не слишком ясно думали, подались своим старым привычкам и так далее, но уж точно не намерены, потому что любящая доброта и запутствующая ей сострадание, как второй аспект той же самой доброжелательности, противоположны, соответственно, недоброжелательности и активному желанию навредить. Они не могут существовать в одном состоянии ума одновременно. Так что это проявляется в конечном итоге на уровне нашего поведения речевого, вербального. Мы начинаем писать меньше гадостей в комментариях и говорить меньше гадостей, потому что и говорится, что любящую доброту нужно начинать развивать со своих ближайших соседей, родственников и так далее. Здорово испытывать любящую доброту голодающим детям в трущобах вокруг Рио, но если вы при этом продолжаете активно проявлять недоброжелательность по отношению к ближайшим родственникам и соседям, уму очень сложно будет глубинным образом перестроиться. Даже не какие-то этические призывы, в духе полюбие ближнего своего, а потом уже дальнего. Здесь соображение чисто практическое. Если мы продолжаем систематически прибегать к недоброжелательному поведению, ум не сможет перестроиться. Мы подаем ему противоречивые сигналы, и он, разумеется, быстро меняться не станет. Так что на уровне нашего речевого поведения все проявляется, и даже на уровне поведения телесного. В том числе и в том, как мы выражаем невербальные сигналы естественным образом, поскольку перестраивается наша нейрофизиология. Она перестраивается, когда мы медитируем на любящей доброте, как и в случае с любыми другими корректными медитациями. В силу того, что перестраивается нейрофизиология, мы и иные сигналы начинаем людям подавать. В плане невербальной коммуникации, и как говорили мы вчера, это очень-очень позитивно может сказаться на обществе в целом, в силу эффекта нейрофизиологического заражения. Люди считывают иное состояние с нашей стороны, и это действует на них успокаивающе, и пробуждает в них больше благожелательности. Которыми, как наша нынешняя нервозность, даже наша невротичность, вряд ли оказывают на окружающих нас людей слишком уж благоприятный эффект. Другая противоположность любящей доброты, которую здесь в пути очищения автор не упоминает, это страх. И как мы вспоминали вчера, именно для противодействия страху, тревожности и паранойи даже во многом, Будда, живший 2600 лет назад, эту практику и преподал. Она ни в коей мере не является эксклюзивно буддийской, ее могут практиковать абсолютно все, и в том числе среди людей, которые ее практикуют, католические священники, монахини, люди совершенно светских воззрений, суфи и кто только не. В этом смысле эта практика совершенно универсальна, но мы здесь смотрим на классическую буддийскую методологию, потому что в традиционных буддийских источниках, как нигде, очень ясно описан технический процесс. Что делать, в какой последовательности, почему это делается именно так, каких ошибок можно избежать. Все это основывается на богатейшем опыте практического применения этих методов. Так вот, исходно преподавая этот метод 2600 лет назад, Будда преподал, как мы вспоминали вчера, его в группе монахов, которые с некой долей паранойи воспринимали лес, в котором предстояло отправиться для систематической практики. Казалось, что лес полон страшных зверей, которые там сейчас всех покусают, страшных духов, которые там всех проклянут и так далее. Всяких ужасов, в общем, полон Митинский лес. И, соответственно, чтобы от этого страха избавиться, Будда порекомендовал им практиковать любящую доброту. Они стали это делать, и паранойя рассосалась. Здесь, как мы вспоминали, опять-таки, вчера, есть два возможных объяснения, две возможных интерпретации. С одной стороны, мы действительно знаем, что практика любящей доброты сказывается на другим. С другой стороны, мы знаем, что она из нашего собственного ума устраняет, собственно, паранойю, и мы перестаем проецировать вовне видимость внешней угрозы тогда, когда ее нет. Опять-таки, практика любящей доброты ни в коей мере не подразумевает, что мы просто опускаем ручки и думаем, «О, все вокруг такое безопасное», и попадаем под машину или идем навстречу с маньяком, или отвечаем на звонки маньяка, что угодно. Вовсе не обязательно. Более того, наоборот, чем больше наша любящая доброта по отношению к себе и другим, тем большим уровнем здравого смысла она должна сопровождаться. Собственно, одно из описаний всего этого процесса в классическом контексте таково. Чем больше мы развиваем то, что традиционно называется мудростью, оно может быть описано как исключительный уровень здравого смысла, тем больше в качестве естественного эмоционального проявления возникает любящая доброта. Процесс очень понятный. Исключительный уровень здравого смысла подразумевает в том числе понимание нашей взаимосопряженности, нашей взаимозависимости. Чем больше наш уровень здравого смысла, тем лучше мы понимаем. Я, как государство, не существую в отрыве от тебя, как государство. Мы живем на одной планете. Даже если бы жили на разных, мы все равно были бы связаны. Но поскольку мы живем на одной, с замкнутой этой экосистемой, мы точно неразрывно связаны. Я, как экономическая единица, неразрывно связан с тобой, как экономической единицей. Я, как личность, неразрывно связан с тобой, как личность. Мы условно обособлены, в том смысле, что я могу сейчас сидеть и грустить, а вам может быть очень весело. Но если мы в одном помещении побудем с этими двумя эмоциональными состояниями, мы друг на друга неизбежно повлияем. И если мы, например, в одной части света, как государство, заполняем мир отравляющими выбросами, то, разумеется, неизбежно скажемся на другом государстве, которое пытается, наоборот, полностью перейти на зеленую энергетику. Просто потому, что планета ограничена, пространство ограничено и все между собой неразрывно переплетено. Простейший здравый смысл здесь, никакой сложной или мистической логики нет. И чем больше этот здравый смысл развивается, тем больше любящая доброта проявляется как эмоциональное и ее естественное эмоциональное выражение этого здравого смысла или этой мудрости. Почему? Ведь в силу понимания нашей неразрывности я начинаю желать тебе благополучия. Почему? Потому что знаю, чем благополучнее ты, тем благополучнее буду я. И чтобы глубже понять эту тезис, нам нужно будет сейчас посмотреть на категории счастья, снова их вспомнить кратко. Но в целом идея такая. Чем больше мы развиваем здравый смысл, тем больше развивается и любящая доброта спонтанно. И в то же время мы можем прилагать усилия к тому, чтобы специально взращивать любящую доброту, тренироваться в этом навыке, или, как мы это могли бы сказать, раскрывать любящую доброту, которая сокрыта в нашем сознании. Разным людям нравятся просто разные метафоры. Более того, одному и тому же человеку разные метафоры могут на разных этапах жизни подходить. Самое главное, что как-то эта любящая доброта появляется, то ли из глубин, то ли порождаемая, и начинает в нашей жизни очень явно проявляться. Основной метод, как мы говорили, технический метод этой практики, состоит в том, чтобы порождать устремление любящей доброты, направляя внимание на объект любящей доброты. Объектом является любое существо. Первым объектом являемся мы сами. Мы всегда начинаем практику с любящей доброты по отношению к себе. Конечным объектом являются все чувствующие существа. А в промежутке между собой и всеми мы можем перебирать любые цепочки объектов, любые последовательности. Кошечка моя, собачечка моя, мечок мой, мама, папа, теща свекровь, все живые существа. Вот мы как-то прошлись по какой-то цепочке. Цепочки могут быть любыми в рамках одной конкретной взятой практики, но если мы хотим практику любящей доброты, так сказать, проработать, систематически ее освоить, есть классическая последовательность, где мы учимся распространять любящую доброту на три основные категории существ. То есть вначале после себя на так называемых близких, где мы начинаем, как мы говорили, скорее с человека, которого мы уважаем и которому мы испытываем признательность, а потом уже переходим на своих обычных друзей, партнеров, родственников, все такое прочее. Это все так называемые близкие. Естественно, нам им проще всего пожелать благополучия. Дальше идут условные незнакомцы, те, кому мы относимся нейтрально или относительно нейтрально. Некоторые люди говорят, что вообще никому нейтрально не относится, это в какой-то смысле справедливо, потому что стоит нам убедить человека, как мы немедленно начинаем наклеивать на него ярлыки, всячески его интерпретировать, обозначать и так далее. Ну, у этого носки какие-то не того цвета, а вот от этого голова слишком большая. О, а вот это мне нравится, тут, значит, волосы фиолетовые, тра-та-та. Немедленно возникают какие-то приязни и неприязни. Но они весьма и весьма относительные и весьма и весьма изменчивые по сравнению с тем, что мы испытываем относительно близких и врагов. Поэтому эту категорию незнакомцев мы охватываем любящую таборатору в вторую очередь, а на третьем этапе, наконец, переходим к врагам или тем, с кем у нас напряженные или некомфортные взаимоотношения. Вовсе не обязательно это какие-то космические враги, как мы говорили, многих людей, собственно, таких космических врагов и не будет. Но в некоторых случаях это космические враги. Если, например, мы думаем о, скажем, лидере ИГИЛ, запрещенном территории России, и испытываем ненависть, фрустрацию и так далее, то это для нас человек, над которым мы должны медитировать в категории врагов. Но для кого-то злейший враг — это начальница отдела кадров, соседка с первого этажа или кто-нибудь еще такой. А для кого-то и мать родная, в общем-то, тоже так бывает. Человек, с которым некомфортнее всего. Не в смысле, что мы испытываем ненависть, но в смысле, что вот с мамой-то я уж точно кофе не пойду пить, или маму-то я точно на фейсбуке не добавлю. Что ж, тут не важно, с чего мы начинаем, важно, что мы с этим всем делаем. И работать с этой категорией врагов мы начинаем с тех, с кем у нас наименее напряженные взаимоотношения. Ну, ничего я против него не имею, просто вот как-то с ним не очень весело, как-то тухловато. Отлично, с этого можно начать. А в конечном итоге переходим к тем, кому мы испытываем наиболее явные негативные эмоции. Почему такая последовательность? Потому что мы тренируем способность своего ума проявлять любящую доброту по отношению к существам, даже когда мы поначалу их воспринимаем как никакое его счастье не заслуживающее. И в конечном итоге на последнем этапе практики мы распространяем внимание на всех чувствующих существ. Даже если это мы делаем всего лишь на краткие мгновения, это просто оставляет нашему уме очень благотворную привычку. Ведь в конечном итоге мы и стремимся к тому, чтобы уравнять все эти три категории и всех живых существ охватить по желаниям благополучия и счастья. Как мы порождаем само это устремление, когда направили внимание на объект? Техники есть разные, но самый распространенный и простой так называемый метод фраз. Метод, где мы используем вербальную формулу на своем собственном языке, очень важно, чтобы мы ее понимали. Фразу простую или сложную, и с помощью этой фразы, которую мы периодически повторяем, пробуждая в уме смысл, порождаем соответствующее видение существа. Например, если я хочу породить любящую доброту по отношению к себе, я направляю внимание на себя и должен удерживать внимание на себе как на объекте. Если мой ум ускользнул от меня и просто повторяет фразу безобъектно, лимитация на любящей доброте не происходит. Ну, в смысле, это отвлечение, нужно вернуться к процессу. Пока мой ум думает про яблоки и при этом повторяет фразу любящей доброты, я не взращиваю никакую любящую доброту. Ум должен оставаться на объекте, поэтому-то эта практика – это один из методов развития сосредоточения. Я учусь удерживать свое внимание на объекте, например, на самом себе. И вот я удерживаю внимание на самом себе и повторяю с определенной периодичностью фразу, которая выражает устремление любящей доброты. Пусть я обладаю счастьем и причинами счастья. Очень важно, чтобы я понимал фразу, и важно, чтобы мой ум все лучше и глубже погружался в ее смысл. Это погружение в смысл происходит не сразу, происходит довольно медленно, потому что мы выстраиваем новую привычку. У некоторых людей погружение происходит сразу, потому что привычка уже есть, и некоторые люди от природы больше отырены в этой практике, как и во всех остальных. А некоторым людям приходится повторять фразу месяцами, медитируя снова и снова, и не чувствуя при этом никакого особо мощного устремления. И тем не менее процесс идет. Практика не бывает бесполезной, если ее правильно осуществят. Соответственно, мы таким образом удерживаем внимание на самих себе и повторяем периодическую фразу. Пусть я обладаю счастьем и причинами счастья. Пока мой ум удерживает смысл и не отвлекается от объекта, то есть меня самого, все нормально. Как только ум начнет отклоняться, или смысл начнет теряться, мне нужно снова повторить фразу. И за счет того, что я использую фразу, мне легче удерживать внимание на процессе, и удается порождать соответствующее восприятие самого себя. Восприятие себя с точки зрения пожелания, себе благополучия и счастья. Таким образом я упражняюсь снова и снова и снова, повторяя фразу. С течением времени фраза станет мне нужна, потому что я научусь порождать состояние любящей доброты совершенно без относительно каких-либо фраз. Фраза это чисто технический метод или костыль, который в долгосрочной перспективе вовсе не нужен. Но на первых порах может быть очень-очень полезно. Если я порождаю любящую доброту по отношению к кому-то, то направив внимание на человека, соответственно, и удерживая внимание на нем, порождаю фразу с измененными местоимениями, пусть ты обладаешь счастьем и причинами счастья. Если я направляю внимание на группу, а это может быть любая группа людей, от моих соседей по скамейке до всех чувствующих существ, то могу думать, пусть они обладают счастьем и причинами счастья, или пусть мы обладаем счастьем и причинами счастья, пусть все обладают счастьем и причинами счастья, пусть такая-то группа людей обладает счастьем и причинами счастья, пусть все жители Евразии обладают. То есть местоимения существительные могут меняться, это совершенно не принципиально. Важно, что фраза одновременно помогает нам помнить, каков наш объект, потому что он прописан в местоимении или существительном, и порождать соответствующее состояние, обладая частями причинами счастья. Вот, собственно, весь этот технический метод, он очень простой и очень элегантный. И у него есть разные вариации, можно использовать вот эту одиночную фразу, она очень краткая, простая, и в санскритской традиции в основном именно она и везде описывается. Но в политической традиции предлагаются также развернутые наборы фраз, которые многим оказываются довольно полезны, во всяком случае, на первых этапах практики. И один из таких наборов, вчера мы подробнее говорили про то, что их много, можно еще поискать в разных местах, про это, не будем все это повторять. Один из классических наборов это то, что у нас здесь есть на карточке, она еще осталась, да, про любящую доброту. Собственно, фраза из упомянутого раннего текста «Путь очищения» для Висудхи Магри. «Пусть все будут свободны от враждебности, пусть все будут свободны от омрачающего, пусть все будут свободны от тревоги, пусть все живут счастливо». Фразы, в общем-то, довольно ясны сами по себе, но карточка для того есть, чтобы ее можно было взять и с ними поработать. Как только мы их запоминаем, мы можем использовать их в медитации. Вчера мы выполнили как бы перевернутый вариант, потому что мы делали паузу после каждой фразы и работали только с ней. То есть вчера, когда мы медитировали в конце первого дня, мы останавливались на фразе «Пусть все будут свободны от враждебности» и повторяли ее какое-то время. Потом переходили к следующей, потом к следующей и так далее. Обычно это делается не так, обычно все четыре фразы повторяются как одна последовательность. То есть я направляю внимание на себя и думаю «Пусть я буду свободен от враждебности». «Ум чуть-чуть начинает отклоняться, я говорю, пусть я буду свободен от омрачающего». «Ум чуть-чуть начинает отклоняться, пусть я буду свободен от тревог. Чуть-чуть отклоняется, пусть я живу счастливо». В конечном итоге смысл всех четырех фраз должен слиться в неком едином видении благополучия. Мы про это сейчас подробнее поговорим. То есть они все возвращают нас к некому видению счастья в целом. Но действительно описывать его немного с разных сторон, и потому-то полезна эта классическая формула, что здесь выделены некоторые очень важные стороны. Свобода от враждебности – это вещь, которой многим людям на ум может не прийти. Ну какая связь? Вот враждебность я испытываю, вот все вокруг враги, всех я хочу уничтожить. Что ж, я не могу теперь любящую доброту развивать или счастьем обладать? Ну можно, конечно, пробовать. Но во всяком случае, по мысли автора Весудхи магии, да и всей, наверное, этой традиции психопрактики, враждебность является нашим собственным сознанием, является одним из важнейших или главных, или самых мощных препятствий для достижения внутреннего равновесия и благополучия. Для большинства из нас это не новость, потому что каждый человек, который вглядывался в свой ум как момент враждебности, знает, что враждебность сама по себе – это беспокоищее состояние. Точно так же, как беспокоящими состояниями являются все формы гнева, беспокоящим состоянием является ревность, беспокоящим состоянием является зависть, беспокоящим состоянием является страх и так далее, это все состояние дискомфортное. Враждебность – очень мощное дискомфортное состояние. И пока мы с ним не справимся, думать о том, что мы сможем пребывать в источном внутреннем счастье, прежде время. Поэтому мы желаем себе свободы от него. Но здесь, разумеется, есть и более глобальный смысл, связанный, опять-таки, с нашим поведением. Чем больше в нас враждебности, тем больше мы создаем себе врагов. Очень простой механизм, который довольно подробно рассмотрен во множестве классических текстов. Мы никогда не сможем справиться со всеми внешними врагами, пишет знаменитый мастер Шанти Дева. Но мы можем укоротить свой собственный ум. Именно ум наш порождает врагов не только в смысле проецирования. Вот, ты мой враг, и ты мой враг, и ты мой враг. В этом смысле, разумеется, тоже. Но и с точки зрения того, что ум побуждает нас поступать враждебно, а другие существа, это соответственным образом откликаются. Вот я этому нахамил, тому нахамил, пятому нахамил, десятому нахамил, и как-то у меня уже друзей на мировой арене не осталось. Что делать? Начать работу своего собственного ума. Но это механизм, который присутствует повсеместно, от самого низкого уровня до самого высокого, в смысле от наших личных взаимоотношений с кем-то до межгосударственных дел. Мы, может быть, все знаем каких-то людей, которые там всех вокруг от себя оттолкнули, или хотя бы кого-то от себя оттолкнули. Или оттолкнули от себя самых близких друзей, людей, в силу того, что почему-то испытывали к ним враждебность. Причем зачастую совершенно необъяснимы. Пожелать себе свободы от этой самой враждебности – важная составляющая пути к устойчивому благополучию. Так что враждебность, потом омрачающее, под которым подразумевается все, что могло бы помрачить наше счастье на уровне тела и ума, в том числе такие вещи, как болезни, опасности, другой перевод того же исходного понятия – опасности, и тому подобные вещи. В том числе омрачающее состояние сознания. Тревоги, ну и с ними тоже все понятно, а никто, наверное, не думает, что тревога – это источник благополучия и счастья. Все знают, что это дискомфортное состояние сознания или дискомфортная привычка, привычка, которая поврождает дискомфорт. Так что и свободу от тревоги мы себе в том числе желаем. Опять-таки здесь везде присутствует принцип стравого смысла. Быть свободным от тревоги – это не значит быть притупленным сухарем, который не следит за тем, что происходит с твоим ребенком, не смотрит по сторонам, переходя улицу и так далее. Но между состоянием бездумного сухаря и состоянием невротика есть что-то, и вот к этому чему-то, к этой золотой середине мы и стремимся. Насколько быстро нам удастся туда продвинуться вопрос открытый, но практика любящей доброты как раз в этом нам очень и помогает. Поэтому она является одним из главных противоядий от навязчивых видов страха, тревожности и параноидальных состояний. Так вот, пусть я буду свободен в рождевности, мрачающего тревоги, живу счастливо. С этого мы начинаем, упражняясь собой. Затем изменяем местоимение, переносим эти пожелания на другого. В конечном итоге проходимся по ряду объектов и заканчиваем всеми. В рамках одной практики мы можем медитировать только на себе и в конце немножко подумать про всех, чтобы оставить благотворные привычки. Можем подумать о себе и всех, 5 минут и 5 минут. Можем подумать о себе, одном другом человеке, группе людей и в конце немножко обо всех. Вариации здесь в принципе безграничны. На сайте, если вы посмотрите в разделе аудиомедитации, есть цикл из 22 практик, связанных с любящей добротой и состраданием. И там в начале предлагается медитация, где мы медитируем на трех объектах. Вся медитация около 8 минут занимает, это аудио, которое можно скачать. И там, соответственно, мы первые несколько минут медитируем на себе, вторые на одном любом другом человеке, третьи на какой-то группе людей. Очень простая последовательность, с нее удобно начинать. В углосрочной перспективе, при желании мы можем проработать все категории, как, собственно, написано. Вот это мы вчера все и оговорили, более или менее подробно, с надеждой, что все это осталось понятно. Двигаясь дальше, мы переходим к тому, что скорее уже относится к конативному интеллекту или разумности в вопросах воли изъявления и желаний. Красный квадратик Чтобы напомнить нам о том, что это лишь одна из сторон нашего психического благополучия. Само психологическое понятие канации, собственно, охватывает все, что относится к нашим импульсам, по нуждениям, по убуждениям, желаниям, уснуждениям и всему такому прочему. И, разумеется, в этих вопросах достичь некой разумности очень и очень важно, потому что без формирования здравой и благожелательной мотивации мы никуда далеко не уедем. Во всяком случае, мы уедем к устойчивому благополучию. Здесь важны оба компонента, упомянутые, и здравость, и благожелательность, потому что быть очень умным человеком, но не желать себе лучшего, вариант не слишком удобный, он не приведет нас к устойчивому благополучию. В то же время желать себе лучшего, но совершенно не понимать, как у чего устроено, тоже неудачно, потому что сколько ты не желал бы себе хорошего, если ты не понимаешь простейших причинно-следственных цепочек, ну, не знаешь, например, что такое-то действие приведет тебя к психологическому дискомфорту, такое-то действие приведет тебя к тому, что тебя в тюрьму посадят, такое-то действие приведет тебя к тому, что у тебя будет враг легких и так далее, далеко не уедешь. Нужно понимать простейшие причинно-следственные цепочки, именно потому, во классическом контексте, когда вот эти практики развития благожелательности описываются как часть традиционного пути, они всегда должны сопровождаться развитием, как мы упомянули, исключительно уровней здравого смысла. Эти исключительные уровни здравого смысла могут относиться к очень разным вещам. Они могут относиться к пониманию нашей психики, могут относиться к пониманию причины следствий, могут относиться к пониманию природы явлений и так далее. Это уже другой разговор. Но со всеми ними мы понемножку стараемся работать для того, чтобы знать, как продвигаться к тому благополучию, которого мы себе желаем. И когда мы применяем любящую доброту в рамках попыток развивать конативный интеллект, вот этот самый интеллект, относящийся к полеизъявлению, от нас требуется приложить интеллектуальное усилие и подумать о том, что же такое подлинное и устойчивое благополучие. Многие с этой темой уже много раз сталкивались, в том числе на каких-то наших мероприятиях, да и во множестве прекрасных открытых источников. Сначала скажем, что в чем в целом роль любящей доброты в развитии мудрого воли и изъявления? В том, что, практикуя любящую доброту, мы развиваем устремление к устойчивому счастью для себя и других. Любящая доброта, как практика, в полной мере не может выполняться, если мы желаем только поверхностного счастья. Недостаточно желать себе красивой одежды, блестящих туфелек, новой сумочки, новой машины, складного велосипеда и всего такого прочего. Все эти вещи могут быть компонентами нашего счастья и благополучия, но они недостаточны, чтобы быть окончательным объектом наших устремлений. Можно пытаться любящую доброту, просто желая себе только великого велосипеда, но в силу того, что это пожелание такое ограниченное и скудаумное, практика в полной мере, разумеется, не развернется. Для того, чтобы практика развернулась в полной своей мощи, необходимо, чтобы то благополучие, которого мы желаем себе и другим, было предельно обширным. У нас должно быть некое предельно обширное видение, что не исключает понимание неких конкретных вещей, которые могут быть необходимы. Поэтому часть процесса развития любящей доброты – это размышления над тем, не когда мы уже порождаем ее, повторяю фразы, а на полях, размышления над тем, что такое устойчивое благополучие и каковы его причины. И это рассуждение мы осуществляем неоднократно, это тоже важно понимать. То есть не нужно думать, что мы вначале подумали один раз о том, что такое благополучие, каковы его причины, и все, дальше просто фраза повторяем 40 лет подряд. Мы снова и снова пересматриваем и уточняем свое видение счастья и конкретных его компонентов. У нас может быть некое глобальное представление о том, что такое счастье. Ну, предположим, вот кто-то может быть практикует буддийский путь и думает, что счастье – это полное пробуждение ради блага всех живущих. Состояние будет. Замечательно? В принципе, если человек не отступает от буддийского пути, вот это понимание у него уже не будет меняться. Полное пробуждение ради блага всех живущих. Отлично. Но даже при наличии такого вот устойчивого понимания, которое, например, у практикующих христиан или суфиев подразумевало бы обретение единства с Богом и так далее. Тут разные интерпретации, это все более чем правомощно. Даже в рамках наличия этого устойчивого видения конкретные факторы, которые мы для себя представляем как связаны с счастьем, будут меняться. Например, я знаю обобщенно, что конечный вид счастья – это достижение состояния Будды, предположим. Но вот сейчас я начал понимать, что важная компонент этого счастья – это развитие устойчивого сосредоточения, обретение определенных уровней развития моего внимания. Стало быть, как часть своего видения счастья я могу думать о том, что на этом пути мне также необходимо возрастить устойчивое сосредоточение. Вот я немножко поизучал про сострадание и всякое такое прочее. И я понимаю, что часть того счастья, к которому я стремлюсь – это развитие исключительных уровней сострадания. И так далее. Самые разные факторы могут здесь присутствовать. И среди них могут присутствовать и факторы совершенно мирского или внешнего плана. А сейчас я понимаю, что для меня часть пути к этому устойчивому внутреннему благополучию – это получение такого-то образования. Вот хочу пойти поучиться, например, на психотерапевта или на клоуна. Кого угодно. Для меня это часть моего видения, часть моего пути, потому что ведь счастье, к которому я стремлюсь, подразумевает раскрытие моего человеческого потенциала, моих способностей и дарования, того, что я хочу принести в мир в конечном итоге. И может быть, для этого мне нужно пойти и на клоуну поучиться. Или на массажиста, или на массажиста собак. На что угодно. В общем-то, у всех разные дарования и устремления относительно того, что в мире сделать. Все это ни в коей мере не противоречит моей долгосрочной цели. Наоборот. Это здравый менеджмент ресурсов. Я понимаю, если я хочу достичь долгосрочной цели, мне нужно написать план и следовать этому плану. Но практика любящей доброты не требует от нас крючкотворства. Мне нужно на бумажке себе писать. Вот, мне нужно сделать в 2017 году. Нужно накачать их. В 2021 мне нужно уже выпуститься из Клоунского училища. В 2025 я хочу приехать, соответственно, жить в Берлин и там выступать в лучшем цирке. Это все в практике любящей доброты вовсе не требуется. Такие жизненные планы можно себе писать. Насколько они у вас будут, это совсем другой вопрос. Но это не имеет отношения к практике любящей доброты. А в целом осмыслять эти конкретные вещи, это может быть важной частью процесса. И чем лучше мы это дело осмысляем, тем лучше практика нам будет даваться. Тем менее абстрактная она будет. Это, разумеется, относится в большей степени к нам самим. Потому что от нас точно никто не требует написания жизненных планов для других людей. То есть, если мы, скажем, медитируем на любящей доброте даже по отношению к своим ближайшим родственникам, не нужно думать, что, а вот ему неплохо было бы пойти на Клоуну поучиться, а вот этому на массажиста для собачек, а вот этому икры накачать. Нет. Об этом нас никто не просит. Когда мы переносим внимание на другого, от нас требуется понимание того, что у него или у нее есть свое собственное уникальное видение благополучия и счастья. Нам изнутри его никогда в полной мере не понять. Мы можем только обобщенно понимать видение человека, наблюдая за косвенными признаками или введя с ним прямой диалог. Но в полной мере мы видение этого человека никогда не распознаем. Мы слишком уникальны. И в этом и нет нужды. Мы желаем человеку достижения максимального благополучия в рамках его собственного видения, зная, что его или ее видение также непрерывно будет уточняться. Может быть, сейчас человек, которому мы желаем благополучия, не знает, что есть некий окончательный вид благополучия. Если мы буддист, мы можем их представлять как просветление, если мы суфи как единство с Богом, как угодно. Если мы светский гуманист, мы представляем их как просто исключительный уровень развития мудрости и сострады. Прекрасно. Человек сейчас, может быть, не думает об этих вещах. Он думает, что истинное счастье – это удачно жениться, удачно выйти замуж, переехать, жить в Берлин, выучиться на клоунах, что угодно. То есть у него может быть очень ограниченное видение счастья. Это в каком-то смысле даже неизбежно. Мы живем в обществе, которое не просит от нас развивать глобальное видение счастья, и зачастую этому активно противодействует. Мало кто просит нас думать про то, что счастье – это исключительный уровень мудрости и сострадания. Много что говорит нам о том, что счастье – это новый мобильный телефон. Или квартира, ипотеку, или что угодно иное. Любые материальные факторы, но не качество. Радикально отличная система. Когда мы говорим о развитии любящей доброты, мы полностью переставляем приоритеты. Мы говорим, что главные виды счастья связаны с качествами нашего сознания и сердца. Внешние факторы – просто то, что поддерживает развитие этих качеств. И в рамках развития этих качеств мы, разумеется, желаем всем адекватного уровня материального благополучия в том числе. Соответственно, ты, может быть, до сих пор думаешь, что счастье – это выучиться на клоунах или собачьих массажиров. Я говорю, я желаю тебе самого долгосрочного благополучия, а в рамках этого, разумеется, желаю, чтобы у тебя был адекватный уровень пропитания, адекватный уровень человеческого контакта, адекватный уровень образования, медицинского ухода, одежды, крови и всех прочих вещей, без которых просто не выжить. Опять-таки, не ухожу в космические дебри, не думаю, нет, я желаю тебе освоить астральное карате, но деньги и пища – это все от лукавого. Не нужно это настоящему духовному человеку. Нет, это тоже крайности, от всех крайностей мы здесь стараемся уходить. Само понятие счастья, то, что и на санскрытии Наполея называется сукха, мы переводим это обычно как счастье, а также может переводиться как комфорт, блаженство, благополучие, имеет очень четкое здесь словарное определение. Состояние, которое мы стремимся породить, когда оно отсутствует, или продлить, когда оно, продолжаем процесс редактирования, когда оно, соответственно, присутствует. Очень понятная категория и очень обширная. Я ем пирожок, мне хочется продлить процесс поедания пирожка. Счастье – это безусловно. Я в нерване, мне хочется продлить нервану Счастье это безусловно Потрите внимание, что я не ем пирожок, я не в нерване Это просто примеры Кто-то в нерване, кто-то ест пирожок Кто-то в нерване ест пирожок, тоже так вот Все эти варианты более чем правомощные Это как бы разные стороны Или разные точки на спектре Этом спектре От минимальных уровней благополучия до самых максимальных Опять-таки у разных людей разное представление о том, что является максимальной Конечной точкой В этом спектре благополучия Если мы светский гуманист, то мы, может быть, не думаем о возможности каких-то исключительных состояний сознания, но все равно знаем, что есть исключительные уровни психической устойчивости и внутреннего благополучия. Очень высокие уровни субъективного качества жизни. Если мы думаем открытых возможностей существования более высоких состояний эволюции сознания, думаем про всякие прошлые и будущие жизни, то мы можем допускать существование таких вещей, как нирвана или единство с Богом и тому подобных всяких раст. Так что то, как мы осмысляем этот спектр, может различаться, неизбежно различается, даже в рамках одной системы у разных людей разные представления. Но то, что есть спектр в целом, мы знаем. И вот в рамках этого спектра мы выделяем также разные виды благополучия не с точки зрения их интенсивности, а с точки зрения того, откуда они проистекают. Это всем, некоторым во всяком случае, хорошо знакомая классификация, где греки выделяли два основных вида. Индийцы параллельно то же самое разделение проводили, и мы его снова и снова вспоминаем, потому что оно очень удобное. Я извиняюсь снова перед теми, кто все это миллиардный раз слышит, но просто вспомним на случай, если кто-то про это раньше не слыхал. Опять-таки наше общество нас ни в коей мере этому не учит. С точки зрения этой классификации мы можем выделить два основных вида благополучия и счастья. Оба вида соответствуют определению. Это важно понимать. Оба вида важны. Нигде не говорится, что один нужно отбросить, а только второй развивать. Один вид мы по-гречески называем гидонией, и это все виды благополучия, которые проистекают из внешней стимуляции. Удовольствие, которое я получаю от пирожка, от приятных слов со стороны других людей, от своей репутации, от наличия у меня материального имущества, от любых видов чувственных переживаний, включая приятные тактильные ощущения, приятные вкусы, приятные запахи, приятные виды и приятные звуки. Все это относится к категории гидонией, все эти позитивные переживания. И все это стимуляция. Что-то меня стимулирует, будь то слова, мысли о том, что у меня хорошая репутация, видение большого количества лайков под моей фотографией, знание того, что у меня в банке много денег лежит и так далее. Все это стимулирует меня, и все это благополучие, проистекающее извне. Получение подарков тоже хороший пример. Вот мне кто-то что-то подарил, это очень явный пример гидонией. Мне приятно, не только потому, что это конкретный объект, может быть, это фигня какая-то на самом деле, но и потому, что ко мне проявили внимание, обо мне заботятся, меня ценят, тра-та-та-та-та. Это все гидония. Вид, безусловно, важный, потому что к гидонии в том числе относятся и наши пропитания. Наличие у нас медицинского ухода, наличие у нас человеческого контакта и коммуникации в достаточной степени. Все это разные адекватные и важные виды гидоний. Думать, нет, гидония не важна, ведь даже слово-то какое неприятное, поэтому нужно ее отбросить и никому ее не желать. Это, разумеется, глупость, но мы только что про это сказали. Нет, ты будь духовно богатый, а деньги тебе не нужны, питайся суфариками. Это глупость. Этой крайности мы, безусловно, стараемся избегать. Почему, тем не менее, мы о гидонии говорим все-таки чуточку с высока, так было бы удачно? Потому что она неустойчива и она никогда не заполняет внутреннюю пустоту. Сколько бы мы не съели замороженного йогурта, сколько бы мы не съели пирожков, сколько бы мы не услышали приятных слов, и какая бы у нас не была замечательная репутация, все эти вещи изменчивы и неудовлетворительны в конечном итоге. Неудовлетворительны в том числе наши тела, поэтому в какие бы акробатические конфигурации мы не пытались и свернуть, с самых разных точек зрения, и только в плане сексуального контакта, но и в плане походов по горным тропинкам, никогда мы не достигнем окончательного устойчивого благополучия с помощью такого рода внешней стимуляции. Можно поэкспериментировать, и большая часть населения нашей планеты, из числа тех, кто не занят просто выживанием, занят попытками заполнить себя гидонией. В некоторых случаях, в большинстве случаев, мы также думаем, что устойчивое благополучие и единственное возможное счастье – это воспроизведение пиков гидонистического удовольствия. И я думаю, что все без труда могут вспомнить за собой такое в разные периоды жизни, или очень явно заметить это на примере своих друзей. Что такое счастье? Ну это когда каждую пятницу там ходишь куда-то, отвисаешь, как бы отлетаешь, отклеиваешься и все. Главное, чтобы оно воспроизводилось. Да, утром ты уже грустно идешь домой, как Декинс писал, «Вся наша жизнь – это когда мы идем в театр, и когда мы возвращаемся с театра». Либо предвкушение, либо разочарование, и что-то счастья нигде вот нет. Это потому что гидония сплошная. Вот ты предвкушаешь свой пятничный поход, ну, поколбасила немножко и все. Даже в момент, когда ты переживаешь пиковое удовольствие, если очень присмотреться к сознанию, все равно остается неудовлетворенность. А как бы глубокая внутренняя черная дыра, как мы это всяческими разными способами описываем, не в обиду черным дырам, не может быть заполнена гидонией, можно в этом убедиться на собственном опыте. Но не обязательно пускаться во все тяжкие, чтобы проверить этот тезис. Он, в общем-то, и логике весьма-весьма поддается, или хорошо виден на примере других людей. Да, вот у него много денег, но он зачем-то баллотируется на пост президента США. Почему? Потому что деньги не заполнили его внутреннюю пустоту, теперь нужно еще и мир уничтожить. Да, соответственно, у нее много лайков, но ей еще и тортики подавали. Одних лайков было недостаточно. Или наоборот, много тортов, но хочется еще и лайков. А как совместить? В общем, нет в природе совершенства. И при этом все эти вещи еще и меняются. Вот денег много, а завтра нисколько. Вот репутация хорошая, а что-то уже не очень. Вот говорят приятные слова, а что-то уже нет. Ну и со всем остальным, в общем-то, так же. В конечном итоге мы просто умерли, и все. В смысле, все эти внешние факторы остались за бортом. Совершенно очевидным образом. Так что эти виды благополучия важны, но не окончательно устойчивы. То есть нам важно иметь пропитание, но не следует надеяться, что большое количество еды в нашей жизни нас окончательно удовлетворяет. Или большое разнообразие, или высокое качество. Соответственно, нужно подумать про что-то еще. Или, как говорится, душа надобна. Что же мы здесь можем еще придумать? Второй вид счастья, который греки называли эдемонией. Наш любимое слово. Тоже довольно ужасающее. Но очень полезное с точки зрения того, что под ним подразумевается. Благополучие, которое проистекает из внутренних факторов, относящихся к телу и уму, в особенности к уму. Благополучие, которое проистекает не из стимуляций внешними раздражителями, а из того, что устойчиво присутствует в сознании. То есть благополучие, которое, например, может оставаться с нами, несмотря на возникающие внешние затруднительные ситуации. Когда мы узнаем о том, что человек болен терминальной формой рака, и смотрим на то, как он сохраняет исключительное присутствие духа, доброжелательность, даже некую радость во своем повседневном существовании, у нас часто возникает вопрос, как так? Я бы пошел и сразу застрелился. И многие из нас действительно сразу бы пошли и застрелились. В силу того, что мы, может быть, недостаточно понимаем или недостаточно развили этот второй вид благополучия. В целом, к этому второму виду благополучия некоторые люди от природы больше одарены. Мы таких людей обычно всякими эпитетами украшаем и говорим, о, это такой солнечный, позитивный человек, что бы ни происходило, она не потеряет присутствие духа, всегда все вокруг заражают радостью и так далее. Явным образом, некоторые люди от природы, в силу великого множества факторов, склонны к их демонии. Есть даже исследование на тему того, есть ли соотношение между природной склонностью к депрессии и шизофрении и сезоном нашего рождения. Как ученые пытаются объяснить разные процессы, которые астрология списывает на звезды. И в рамках одного из таких исследований была установлена прямая взаимосвязь между тем месяцем, в котором мы родились, и нашей склонностью к, в частности, шизофрении, депрессии и тому подобным вещам. И, соответственно, люди, рожденные в зимний период, больше степени склонны, например, к шизофреническим состояниям, люди, рожденные в летний период, меньше. Там есть другие заболевания, не только психические, но и физиологического плана. Все это связано, по предположению ученых, с теми веществами, которые под влиянием определенного количества Солнца выделяются у матери в период вынашивания. То есть, как бы, прощая астрология, здравствуй, медицина. Не Венера виновата в том, что я шизофреник, а то, что я зимой родился. Не в том смысле, что рожденный зимой неизбежно станет шизофреником, просто есть определенная биохимия, и есть больше или меньше предрасположенности, а дальше с ней уже можно делать все, что хочешь, по большому счету, с помощью медикаментов, и в особенности с помощью тренировки ума. Также и здесь. Некоторые люди, может быть, рождаются от природы более одаренными, как демонии, разумеется, с реверанса. С буддийской точки зрения все дело вовсе не только в том, как там мать получала, не дополучала Солнце, хотя это тоже важно. Дело в особенности в том, какие отпечатки формировались в сознании ребенка. Точнее говоря, какие отпечатки сознание принесло с собой из прошлого и затем унесет с собой в будущее. Ведь если бы мы все списывали только на получение и недополучение Солнечного Света, то не могли бы объяснить, и наука не может этого объяснить, почему идентичные близнецы совершенно различны. Очень часто у близнецов разная ориентация, очень часто у близнецов совершенно разный характер, совершенно разные жизненные интересы и так далее. И никак в количественном Солнце, которое получало мать, это дело не объяснено. Так что в рамках этой более обширной модели мы можем говорить про прошлое и будущее, моменты непрерывности сознания. В светском контексте нас не очень интересует, но есть одаренность к евдемонии, и тем не менее, свою способность к евдемонии можно и развивать их, может быть, даже нужно. Ведь без этого любые перепады в евдемонии приведут нас к утрате присутствия духа, и к тому, что мы действительно пойдем и застрелимся, стоит нам потерять наше имущество, наши взаимоотношения, нашу работу, наш статус, нашу репутацию и так далее. Не нужно далеко ходить, мы помним, что принято было стреляться из соображений чести. Честь — это репутация, мысли других людей. Люди убивали друг друга и готовы были убиться на смерть, как мы знаем из нашей литературной истории, только бы другие плохо не подумали. Абсолютная ориентация на гидорь. Невообразимо. В наше время мы думаем, ну, если мы не из какого-то традиционного... как бы не из традиционной... не из диаспоры с традиционными воззрениями, где тоже до сих пор принято резаться за чести, там, убить сестру, если не из-за того вышло и так далее. Эти все вещи тоже сохраняются. Если мы не из этого, то у нас скорее перекос в плане зависимости от гидонии имущественной. Или даже если мы зависимы от репутации, то это какие-то другие, более комичные формы приобретает. Ну, не буду я там стреляться, просто буду выкладывать много сэлт. Например. Или чего у меня эта репутация, когда у меня 45 тысяч пар обуви и 800 сумок. Это метафорический цифр, гиперболический цифр. Не знаю, может быть, у кого-то столько есть. Зачем мне... Ну и ладно, или там не деньги, не репутация, но новые виды, впечатления должно радовать и вдохновлять. То же самое, та же самая ориентация на чисто внешнюю стимуляцию. Противоположность этому эвдемония говорит. Это все фигня, товарищи. Главное, насколько ты развил свое сердце и ум. Или раскрыл способности своего сердца и ума. Если действительно развитая эвдемония или раскрытая эвдемония, совершенно не важно, что вокруг происходит. Можно умирать в терминальной стадии рака, можно в Африке работать со слепыми детьми, можно туалетную бумагу на фабрике производить. Абсолютно не важно, если в сознании присутствуют исключительно или хоть какие-то уровни доброжелательности и ясности. Что из этих доброжелательностей и ясности в них как бы вписываются все остальные конструктивные качества. Так вот, в рамках этого мы начинаем задаваться вопросом о вот этой самой эвдемонии, о том, какова ее роль, о том, как ее можно развить, о том, насколько она в нашей жизни уже присутствует. И здесь очень важна саморефлексия, потому что от нас, в буквальном смысле, требуется спрашивать себя, а как у меня сейчас эвдемония? Очень, не очень? Насколько для меня сейчас важна эвдемония? Вообще думаю я про нее? Какие усилия я предпринимаю, чтобы к ней продвинуться? Ведь если я 100% своего времени инвестирую в гедонию, эвдемония сама по себе не вырастет. Вот это очень важный тезис. Способность к эвдемонии можно развить, но она никогда не разовьется самостоятельно. Она не разовьется, если она от природы нам не присуща. И даже если она от природы нам присуща, если мы не предпримем какие-то шаги, она не раскроется или не разовьется сама по себе. Если мы снова и снова подсвещаем 100% своего времени погоне за туфельками, не в обиду туфелькам, способность переживания внутреннего блаженства сама по себе не проехать. Но бывают исключительные ситуации, когда в силу прошлых отпечатков можно тюкнуться головой, или кто-то вас тюкнет головой, и вы вдруг окажетесь в каком-то состоянии внутреннего благополучия. Замечательно, если так вам повезло, но, к большому сожалению, многие люди никогда не тюкаются, или тюкаются на совсем другим результатах. Или очень большое количество людей начинает задаваться вопросами про их демонию, и думают, что чтобы обрести их демонию, нужно, чтобы вас тюкнули. Вот это тоже особая трагедия, когда люди ходят по разным учителям или лжеучителям, и хотят, чтобы Шарлатананда тюкнул по голове, и тогда наступит счастье. Ой, ну вот жизнь моя не складывалась, но вот я поехал туда-то, и там у меня все чакры открылись, и кундалини поднялась. Не в том смысле, что в чакрах кундалини что-то плохое есть, или что-то ошибочное. В коей мере. Это все могут быть очень полезные практики. Но в том смысле, что мы думаем, что достаточно волшебного тюка, и все само собой случится. У подавляющего меньшинства людей что-то такое случается, в подавляющем большинству достаточно предпринимать маленькие шаги самостоятельно. В том числе, применять, например, практику любящей доброты. Это один из самых быстрых и интенсивных способов для того, чтобы развить относительный уровень устойчивости ума и благожелательности, на основе которого можно выполнять спектр, очень широкий спектр гораздо более продвинутых практик. Опять-таки, для тех, кто все это дело слушает в буддийском контексте, или кому интересен в целом буддизм, важно понимать, что практика любящей доброты не является полной в том смысле, что одна она никакому просветлению не приведет. Она должна сопровождаться практиками, относящимися к спектру мудрости, к так называемому... ну, к тому, что позволяет развивать исключительные виды ясности ума. Даже в светском контексте это важно помнить, поэтому недостаточно освоить одну только медитацию любящей доброты, если мы хотим охватить все аспекты своего ума. Но она дает очень прочную основу для любых других практик, и, кроме того, при ее отсутствии уж точно не разобьешь все остальное. Если нет базовой благожелательности, как мы говорили, то саботируешь свои усилия, дурно обращаешься с другими, не ведешь себя нравственно, у тебя дурацкие, ну, плохие отношения со всеми, никакой альтроизмит не разобьешь, в общем, сплошные недостатки. И уж точно отсутствуют те преимущества, которые мы перечисляли. В рамках всех этих соображений, думая про гидонию и демонию, думая о том, сколько мы времени инвестируем в то и в другое, какие шаги можно предпринимать, мы начинаем формировать некое видение счастья. И опять-таки, не в том смысле, что нам нужно сесть, взять ручку и бумагу и начать рисовать. Вот мое видение счастья, я на пляже, вокруг красивые, голые или одетые люди, я держу коктейль алкогольный или безалкогольный, я ем, курицу или тофу, опять-таки, все зависит от личных предпочтений, и вот это счастье есть. Нет, ни в коем мере о такого рода вещах речь не идет. В смысле, что у нас должно быть некое видение, мы сейчас, собственно, в практике станем его порождать, но ручку с бумагой брать не обязательно. Почему даже, может быть, ручка с бумагой могут нас немножко отвлекать? Потому что мы нарисовали что-то, оно через три секунды уже поменялось в нашем уме, у нас через три секунды уже немножко другое видение счастья, а мы все смотрим на эту бумажку и думаем, что вот к этому и нужно стремиться. Вовсе не обязательно. Так вот, все же личное видение счастья нам необходимо, и мы постепенно его уточняем, каждый раз, когда практикуем. И есть специальные практики, которые позволяют это видение периодически освежать. Одна из таких практик – это то, что мы, собственно, сейчас выполним в качестве совместной направленности медитации. Это вариация на тему практики любящей доброты с традиционным содержанием, но современным, так сказать, оформлением. Эту практику сформулировал доктор Аллан Голлес специально для того, для нас, как западных людей, потому что она очень хорошую основу предоставляет для применения метода фраз. С помощью этой практики мы формируем видение, а дальше уже, соответственно, можем возвращаться к нашему любимому методу фраз и продолжать взращивать любящую доброту с его помощью. Так что мы принимаем позу, которая была бы устойчивой и при этом комфортной. Если мы сидим на стуле, самое простое – устойчиво поставить стопы на пол, пустить и расслабить плечи. Руки удобным образом разместить на коленях или бедрах, ладонями вниз, просто расслабляя. Подбородок выровнен относительно линии пола и чуть-чуть наклоняем вперед. Кончик языка на верхнем небе, за зубами. Нижняя челюсть расслаблена. Глаза, по желанию, мы можем оставить открытыми, и в этом случае направляем взгляд вниз, примерно вдоль линии носа, и оставляем его расфокусированным. Можно прикрыть частично, просто пропуская полоску света, чтобы не засыпать. Или, если мы абсолютно уверены в том, что не уснем, можно закрыть полностью. Как обычно, мы начинаем практику с расслабления и раскрепощения тела речи ума, и для того просто направляем внимание на ощущения. Ощущение от соприкосновения стоп с полом, ягодиц со стулом. Эти ощущения устойчивости, твердости и прочности мы мягко отслеживаем, постепенно расслабляясь. Продолжение следует... Расслабляем стопы и пальцы ног. Ладони и пальцы рук. Ягодицы и мышцы тазового дна. Плечи. И мышцы лица. Охватываем вниманием все тело целиком. И просто осознаем ощущение еще некоторое время. Оставляем тело в этом расслабленном состоянии, позволяя ему глубже расслабляться с каждым последующим выдохом, а ум постепенно направляем на практику любящей доброты. И в данном методе для развития любящей доброты по отношению к себе мы последовательно ставим перед собой четыре вопроса. Первый вопрос, на который мы стараемся ответить не столько словами, сколько неким видением, пониманием, это вопрос о том, каково мое личное видение счастья и благополучия. Каким я представляю свое подлинное процветание? Продолжение следует... Мы формируем это обобщенное видение, обобщенное представление, в котором в то же время могут присутствовать какие-то конкретные детали. И стараемся особое внимание уделить внутренним факторам и внутренним причинам благополучия. А затем, сформировав это видение, начинаем вдыхать в него жизнь. С каждым выдохом порождаем устремление. Пусть так и будет. Продолжение следует... 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 устремляясь к тому, чтобы достичь этого личного процветания и раскрытия своего потенциала. Продолжение следует... Затем ставим перед собой второй вопрос. В чем я нуждаюсь от мира? Что мне нужно получить со стороны других людей и внешних обстоятельств, чтобы добиться этого процветания? Продолжение следует... Сформировав некое видение, с каждым вдохом... Мы стремляемся к тому, чтобы обрести эти необходимые факторы. Пусть так и будут. Продолжение следует... 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 И на основе этого видения с каждым дохом порождаем устремление. Пусть так и будет. И представляем, что прямо сейчас переживаем эти изменения. Этот процесс раскрытиен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наконец, ставим перед собой последний вопрос. Что бы мне хотелось принести в этот мир? Чем бы мне хотелось поделиться с другими? Какими качествами, какими качествами, какими качествами, навыками, проектами, что бы хотелось подарить другим? В рамках самого возвышенного и обширного видения процветания. Продолжение следует... 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 Затем мягко завершаем практику и возвращаемся вниманием к тому, что нас окружает. Продолжение следует... Это, соответственно, третий в нашей последовательности методов. Он есть в аудиозаписи на сайте. Когда мы выложим семинар, мы все 10 методов, даже если не успеем все 10 выполнить, приложим в качестве аудиозаписей и текстов, чтобы можно было с ним в дальнейшем работать. Соответственно, в этом методе, как вы поняли, 4 вопроса, которые мы перед собой ставим, на которые отвечаем. И, ответив на вопрос, мы порождаем устремление. Соответственно, первый вопрос. Коего моё видение? Счастье. И здесь подразумевается счастье в самом обширном смысле, в особенности, включающее в демонию. В чём я нуждаюсь от мира, какие факторы и ресурсы мне необходимы, что мне нужно или хочется изменить в себе в рамках этого видения. Не просто обобщённо, хочу ноги подлиннее, нос покороче, а именно в рамках этого видения процветания. И что я хочу принести миру? Опять-таки, здесь ответ скорее глобальный, чем локальный. Скорее речь идёт о качествах и, может быть, видах понимания, чем о пирожках и туфельках, понятное дело. То есть, может быть, мой прекрасный кулинар или сыровар, винодел, кто угодно. И это всё значимо. Но четвёртый вопрос скорее подразумевает те качества, которые мы с помощью своих сыров пытаемся поделиться, чем сами сыры. Просто чтобы мы делали больше упор даже в этом понимании на эвдемонию. Ведь любые генетистические факторы неустойчивы. Сегодня есть сыр, завтра запретят. И всё, что делать тогда. А эвдемония никуда не денется. Так вот мы примерно продвигаемся в работе над волеизъявлением, мудрым волеизъявлением. Мы можем снова и снова возвращаться к этой практике. И она будет помогать нам формировать всё более и более конструктивную мотивацию на основе всё более ясного видения благополучия. И точно так же сама по себе практика любящей доброты в целом будет уточнять наше видение благополучия, а также корректировать нашу мотивацию в конкретных ситуациях. Если мы испытываем любящую доброту по отношению к другим существам, мы естественным образом замотивированы на то, чтобы поступать с ними конструктивно. И это, разумеется, будет в целом предопределять то, как мы работаем с своими импульсами, побуждениями, поступками и всем таким прочим. Ещё одно краткое соображение, касающееся этих вещей, относится к тому, что в традиционном контексте, особенности в буддийской среде, мы называли бы кармическими импульсами, то есть некими понуждениями, которые, сохраняясь в потоке нашего сознания, неопределённое количество времени в какой-то момент из глубин сознания проявляются. А в советском контексте мы назвали бы просто, опять-таки, импульсами или понуждениями, компульсиями. Взнасительно того, верим мы в карму или нет, мы все знаем, что у нас есть то, что юнгианская фрейдийская модель называется подсознанием, и в этом подсознании много всяких разных интересных вещей, которые оттуда выплывают. Соответственно, здесь разница лишь в том, что с буддийской точки зрения там хранятся компульсии с безначальных времён, а в советском контексте мы ограничились бы рамками одной жизни. Неважно, сколько там компульсий в этом контексте, главное, что они оттуда выплывают. И вот, сами тому удивляюсь, мы совершаем какие-нибудь глупости, а потом руками разводим и говорим «простите». В большем случае начинаем предаваться чувству вины, как мы подробно обсуждали вчера. Всё это неудачные варианты. И практика показывает, что применение любящей доброты помогает нам адекватно и конструктивно работать с этими компульсиями. Сама по себе практика любящей доброты могла бы использоваться особым образом для того, чтобы устранять компульсии до того, как они проявятся, до того, что называется процессом очищения с помощью так называемых четырех противодействующих факторов, четырех противодействующих сил. Мы сейчас подробно про это не говорим, может быть, когда-нибудь можно про это поговорить, и, может быть, это будет в каких-нибудь видеозаписях, но забыть о том, что сейчас речь скорее о том, что чем более просторным за счет любящей доброты наш ум становится, тем больше у нас пространства для маневра. Например, в уме всплывает импульс, в силу которого нам хочется кому-нибудь сказать что-нибудь неприятное. Но любящая доброта — фон, пространство, в котором этот импульс проявился. И поскольку есть эта просторность, у нас есть выбор, последовать этому импульсу или нет. У многих такого рода просторность сознания, позволяющая решать, следовать импульсу или нет, ассоциируется скорее с осознанностью, в особенности осознанностью в популярном понимании, а не в классическом, где подосознанностью подразумевается не выносящее суждение, не вовлекающееся основание того, что будет происходить в настоящий момент. Как мы помним, это не классическое определение, классическое совсем другое, но вот это определение есть, и оно многим людям очень полезно. Но в рамках этого также очень успешно применяется и любящая доброта, и потому, собственно, одна из самых известных учителей всего этого дела из XX века, учителей-женщин, на который мы часто ссылаемся в качестве примера в этих вопросах, дипома, про который можно у нас на сайте почитать краткие биографические очерки, вообще говорила, «Для меня нет никакой разницы между осознанностью и любящей добротой». Это абсолютно одно и то же. В том смысле, что и в том, и в другом случае мы движемся к развитию того, что можно назвать любящим осознаванием. Можно двигаться к нему, пытаясь развивать невыносящее суждение, осознавание тра-та-та-та-та, во многом проще двигаться к нему через развитие любящей доброты. Сам метод сложнее, потому что тут нам какие-то фразы повторять, что-то там порождать, но он в то же время быстрее приводит, может быть, к результату, потому что от невыносящего суждения открытого осознавания прийти к мудрости и состраданию может быть сложнее, чем от, собственно, мудрости и сострадания, которые в любящей доброте активно развиваешь. Итог должен быть одним и тем же. Открытость и ясность сознания, где мы свободно выбирать, каким импульсом следовать, а каким нет. И в этом смысле практика любящей доброты также очень помогает в вопросах более изъявления, но уже более сиюминутного. То, что мы только что выполняли, скорее формирует некое обобщенное представление о смысле жизни, о глобальном предназначении и тому подобных вещах. Это все очень-очень важно. Очень большое количество людей приходит к всяким разным практикам осознанности и тому подобного с аконативным запросом. То есть с словами «я не очень знаю, чем мне хотелось бы в жизни заниматься». И кто-то при этом говорит про «не знаю, какой бизнес открывать, пирожки печь или момо, а, соответственно, тибетские пельмени лепить». А у некоторых людей вопрос весьма космический. «Я не знаю, в чем смысл моей жизни». И в тем и в других случаях эта практика отвечает на этот вопрос универсальным образом. Она не диктует что-то и говорит «смысл твоей жизни – молиться и каяться, и слушать радио Радныш». Или там «смысл твоей жизни – работать в Африке со слепыми детьми». Она помогает нам формировать и уточнять свое собственное видение. Это видение у всех одинаково с точки зрения того, что оно всегда, если мы действительно здраво рассуждаем про их демонию, подразумевает мудрость и сострадание. Или подразумевает их демонию, к большому счету. Если наше видение зациклено на гедонии, оно неустойчивое. Или оно не в полной мере адекватной реальности, потому что, как мы поняли, или можем предположить, на одной гедонии далеко не увидишь. Но если наше видение глобальное, то оно всегда подразумевает гедонию и ее составные части. О, все. И в демонию и ее составные компоненты. Какой-то уровень гедонии тоже, адекватный уровень гедонии, как мы часто говорим. И в то же время оно всегда глубоко индивидуально. Кто-то клоуном хочет быть, чтобы осчастливать мир, кто-то врачом. И те кто-то другой должны, чтобы испытывать и в демонию, обладать мудростью и состраданием. Здравым смыслом и доброжелательностью. И в этом смысле это универсальные и индивидуальные вещи одновременно.